Добрый день, дамы и господа! Добрый день, дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Ре-э», «Смотри», говорится о благословениях, проклятиях. Но в нашей заповеди Мой Шарабейна обращается впервые по настоящему с речью фандарейзера. Я не знаю, как точно сказать на русский, сборов средств на благотворительность. Или точнее, он говорит о заповеди ЦДОКа. Что он говорит? Открой свое сердце, протяни свою руку, открой свой кошелек. Именно в нашей заповеди приводится заповедь ЦДОКа. ЦДОКа не просто отдавать какие-то десятины и так далее, а идет речь о пожертвовании того, что мы отдаем от себя самих на благотворительные нужды. И на самом деле, по роду моей службы, мне приходится бывать часто на благотворительных различных мероприятиях. И однажды я слышал потрясающую речь о сборе средств на благотворительные нужды. Один из приглашенных ораторов, не помню точно, кто это был, выступал и рассказал такую историю, что один раввин собрал всю свою общину и сказал, ребята, у меня для вас есть две новости. Одна плохая, другая хорошая. Он говорит, ну ладно, начинай уже с плохой. Он говорит, у нас в синагоге в потолке образовалась дырка, течет вода, может залить саферторы, свиткиторы. Все говорят, ужас, что же, какие хорошие новости. Он говорит, хорошие новости, что у нас есть деньги на то, чтобы починить эту дырку. Они спрашивают раввина, а зачем тогда ты нас собрал, если все и так понятно. Проблема в том, говорит раввин, что эти деньги пока еще находятся в ваших кошельках. Цдока это заповедь, которая в первую очередь направлена на то, чтобы нам сделать приятно, чтобы мы чувствовали хорошо. Сегодня мы живем в потрясающее время. То количество благотворительности, я говорю сейчас, в разных отраслях, не только там в еврейском направлении. Культура, искусство, наука, оно просто беспрецедентно. Никогда в истории не было столько финансовой поддержки на благотворительные цели. Несколько лет назад был организован клуб, клуб миллиардеров, который больше 50% своего дохода отдают пожертвования. Это начали Воррен Баффетт, Билл Гейтс, богатейшие люди мира, которые отдавая и делая этот мир лучше, увидели сами для себя. Об этом сам пишет Воррен Баффетт, что человечество не безнадежно. Что этот мир хороший, другими словами, тем, что мы помогаем, другим мы видим, каким хорошим является этот мир. Я, честно говоря, знаю одного человека, который лично, который является членом этого клуба, который, когда решил вступить в этот клуб, сказал своим детям о том, что после их разрешения хочет 60% своего состояния пожертвовать на еврейскую благотворительность после его смерти. На что дети ему сказали, папа, не жди, зачем ждать, чтобы уйти из этого мира, чтобы сделать что-то хорошее. Жертву этой деньги сейчас. И он мне сказал сам лично, что после того, как он начал это делать, он никогда в жизни так хорошо себя не чувствовал. Он чувствует, что он меняет этот мир лучшему. Нет, не наши споры, не то, что мы будем доказывать, кто прав, кто не прав, куда давать деньги, кто прав, кому нужно и так далее. Не это делает этот мир лучше, а именно заповедь сдока. То, что мы отдаем от себя, это заповедь, которая должна идти из наших кишек, потому что это деньги, которые мы все тяжело работаем. Я знаю, что я тяжело работаю, и мне тяжело делать этот заповедь, но я отрываю от себя. И тогда все, что я делаю, мой тяжелый труд, он идет на то, чтобы сделать мир лучше, и это настоящая социсфакция. Дамы и господа, не просто так мы читаем эту заповедь именно в нашу недельную главу. Я не буду сейчас говорить о каких-то громких словах и пафосных речах. Нет, я предлагаю вам, давайте сделать этот мир лучше. Оставьте здесь, в комментариях, адреса тех организаций, неважно, еврейских или нееврейских, культурных или бескультурных, на которые вы считаете, что стоит дать пожертвования, стоит поддержать, и через эту поддержку мы сделаем этот мир лучше. Давайте вместе сделаем этот мир лучше. Спасибо большое, успехов, до встречи, пока.